По итогам 2021 года Всемирная организация здравоохранения приняла решение об исключении России из списка с высоким уровнем распространения туберкулеза. Этого удалось добиться благодаря внедрению эффективных методов профилактики, выявления и лечения заболевания. Руководитель Управления социально значимой и специализированной медицинской помощи Илья Сиротко отметил, что ключевые показатели, такие как количество заболевших, распространенность и смертность, последние два года идут на спад. В этот день, конечно, хочется поблагодарить всю стезиатрическую службу. Это три мощных диспансера. Трудится в таком режиме, напряженном не один год. Главная задача медиков – вовремя выявить заболевания у пациента. Например, при помощи флюорографии. Обследование необходимо проходить не реже одного раза в год. Пик заболеваемости туберкулезом в Самарской области пришелся на 2013 год. Почти 96 случаев на 100 тысяч населения. Благодаря работе в тезиатрической службе на данный момент он снизился больше, чем в два раза. По итогам 2021 года выявлено 40 случаев на 100 тысяч населения. Показатель смертности снизился в 2021 году по сравнению с 2020 на 22%. Лечение больному туберкулезом назначается коллегиально на специальной врачебной комиссии. Одним из важных факторов успешного выздоровления является анализ на устойчивость возбудителя к антибиотикам. Особую опасность несут лекарственно устойчивые формы. Они возникают, когда пациент прерывает курс лечения. Таких граждан лечат принудительно. Что касается детей, то у них профилактика заболеваемости проводится еще в раннем возрасте. Это прививка в БЦЖ. В качестве иммунодиагностики применяют диаскин-тест либо проба МОНТУ. Медики отмечают, в сравнении с 2005 годом заболеваемость туберкулезом у детей сократилась в 5 раз. За 2021 год в Самарской области было выявлено 29 случаев. Большая часть случаев туберкулеза у детей – это результат упущенной возможности. То есть на самом деле, если ретроспективно оценивать каждую ситуацию, то выясняются моменты, доказывающие, что этот случай с заболеванием ребенка можно было предупредить. Некоторые родители в силу своей малоинформированности, опасаясь за здоровье ребенка, отказываются от лечения. В таких случаях собирается комиссия, которая проводит разъяснительную работу. Если этот путь не помогает, тогда за дело берутся органы опеки, так как существует прямая угроза жизни и здоровью ребенка. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События.